Вторую партию гуманитарной помощи жителям Макеевки отправил благотворительный фонд «Траектория надежды». Объем поддержки, который доставят на Донбасс, превысил планируемый, рассказали волонтеры более чем в два раза. «Траектория надежды» благодарна сургутянам и предпринимателям города, которые приняли участие в сборе. В итоге в ДНР отправляется значительное количество зимней одежды и обуви. Тему продолжит Мария Ливанян. Уже вторую партию гуманитарной помощи отправил Макеевку Донецкой народной республики благотворительный фонд «Траектория надежды». Сборы и доставку поддержки жителям ДНР оказывают в рамках реализации гранта губернатора Югры. Основной частью зимних посылок макеевчанам стали одежда и обувь. В этот раз мы отправляем им большое количество теплой одежды. Это и обувь зимняя, и кофты, свитеры, платья. И большое количество предпринимателей сейчас откликнулись на... Когда на селе не распродались их вещи, они привезли. И за счет этого мы сейчас полностью реализуем остаточную часть отгрузки. Это уже окончательная отгрузка именно по гранту. И мы очень рады и довольны, что у нас получилось именно в таком виде отправить гуманитарный набор, потому что людям это сейчас больше всего необходимо. Мы буквально недавно в администрации также совместно отправляли помощь для военных. Ну, в общем, это была помощь солдатам. 200 наборов мы тоже отправляли именно на СВО, потому что по гранту у нас помощь жителям мирным. Изначально в траектории надежды планировали отправить на Донбасс 100 наборов гуманитарной помощи. Однако в конечном итоге на выгрузку специалисты благотворительного фонда привезли объемы, более чем в два раза превышающие те, которые прогнозировали. Не обошлось без поддержки малого бизнеса, которое сыграло важную роль. Акция «Модно быть добрым» призывает всех неравнодушных граждан помогать людям, попавшим в сложную ситуацию. Ее участники, это, кстати, и предприниматели, помогли в том числе жителям Макеевки. В благотворительном фонде подчеркнули, вторая отправка гуманитарной помощи была бы невозможна без содействия индивидуального предпринимателя Николая Айвазяна, который очень помог в поставке теплой и комфортной зимней обуви. В составе этого груза самые простые, казалось бы, для нас вещи, но многим жителям они жизненно необходимы. Там очень много безрецептурных медикаментов, очень много зимней обуви, демисезонной обуви, разного рода одежды. То есть простые вещи, но из-за логистических проблем многие люди этого города не могут себе этого позволить, поэтому это очень важно. Волонтеры, конечно, нам помогают, но хотелось бы, чтобы они привлекались к таким мероприятиям гораздо больше. А еще большую помощь, я бы так сказала, очень трогательную, оказывают школьники пятой школы. Они написали письма другу, очень красиво их оформили, и эти письма также поедут жителям города Макеевки. Благотворительный фонд «Траектория надежды» планирует и дальше помогать жителям Донбасса, а также военнослужащим, которые выполняют задачи специальной военной операции. Как показал опыт при поддержке сургутян и бизнеса, содействие происходит в гораздо меньшие сроки, а объем гуманитарной помощи растет. Подробности действующих акций и последние новости можно узнать на официальном сайте «Траектории надежды» tnfond.ru и в группах фонда в социальных сетях.